Приветствую вас, и если говорить о том, как вам поступить, то я бы порекомендовал сделать следующее. Во-первых, обратиться к врачу для того, чтобы пройти вам медицинское обследование, чтобы проверить здоровье, если что, где-то его подкорректировать, и так далее. Это первое. Второе. Постараться понять для себя самое главное, что ваша мама злится и орёт, ругается, кричит. Не на вас. Вот. Она говорит не с вами в этот момент, она говорит с тем, кто стоит перед её воображаемым взглядом. Возможно, это её мама, которая так себя вела с ней. Возможно, это её нереализованные желания, которые она не могла реализовать, и пытается свою неудовлетворённость снизить за счёт вас, за счёт вашего здоровья, за счёт ваших достижений, как это делают некоторые родители. То есть, вот это нужно понять вам, что ваша мама глубоко несчастный человек. И то, что вы понимаете сейчас, что вам нужно менять свою жизнь, то, что вы понимаете сейчас, что она вечно будет к вам придираться, что она будет вечно к вам цепляться, что она будет вечно недовольна всем и так далее, то, что вы понимаете эти моменты, является, в общем-то, вам, именно вам, огромным плюсом. И я скажу больше даже, что это, на мой взгляд, на мой взгляд, это одно из условий, которые, которые, которые необходимы для того, чтобы вы были действительно счастливы по жизни. Одно, но не единственное. То есть, старайтесь, старайтесь воспринимать свою маму как человека глубоко несчастного. И старайтесь не воспринимать ее слова на свой счет. Старайтесь не воспринимать то, что она вам говорит, близко к сердцу. Но при этом, если вы чувствуете, что что-то задевает вас в ее словах, то обязательно узнаете проанализировать, что именно задевает вас и подкорректировать свое поведение, подкорректировать свое свою деятельность для того, опять же, чтобы вас это больше не задевало. Потому что если это задевает вас, то можно говорить о том, что эта проблема уже не вашей мамы, а эта проблема уже ваша. Как бы это ни было неприятно. результатом подобных вещей, результатом подобных действий будет то, что вы запишетесь к психологу и проработаете ваши отношения с вашей мамой. То есть и папой. Тоже. Потому что поведенческие модели, которые заложила в вас мама, они вполне могут проявляться. И чтобы они не проявлялись, их нужно купировать. Их нужно переписать. вот. Но это естественно длительная работа и требует эта работа в первую очередь корректировки именно ваших сценариев родительских, которые могут сослужить вам плохую в целом службу, если вы ничего с этим делать не будете. Вот. Далее. Значит, что касается вашего ключевого вопроса по поводу того, что вам делать. Действительно, учеба для вас не так важна, как физическое здоровье. Потому что ну, как бы толку, да, если вы выучитесь, например, если вы выучитесь, получите образование, соответственно, здоровье ваше будет потеряно, и что тогда толку от образования. ну, от образования. То есть, что оно есть, что его нет, по большому смыслу не так важно. То есть, это вот такой момент, на мой взгляд, довольно принципиальный. Сможете ли вы или не сможете справиться с трудностями? Если честно, я думаю, что вполне смыслите просто потому, что вы сильные, вы справитесь, вас чувствуется стержень, ну, духовный стержень вас чувствуется. И поэтому, я думаю, что вы справитесь. будет ли сложно? Да, сложно будет. Это безусловно. Особенно будет сложно в первое время, когда вы будете только привыкать к новой реальности, когда вы будете только учиться этой самой новой реальности. будет сложно. Но потом со временем вы обязательно адаптируетесь и я полагаю, что у вас обязательно все получится и в общем-то со всем вы справитесь и все у вас будет здорово. И потом, когда вы уже заработаете денег, я думаю, что вы обязательно завершите то обучение, то образование, которое не закончили, то есть оно от вас никуда не денется, но если вы будете учиться сейчас, у вас, то к моменту, когда вы его завершите, к моменту может быть такая ситуация, что вам просто-напросто это уже будет не нужно. Знаете, и тогда получается, что все, что вы делали, все это будет зря. Вот. Соответственно, я не думаю, что вы этого хотите, я не думаю, что это то, чего вы желаете. для себя, поэтому выбор совершенно очевиден. Готовы вы или нет к тому, чтобы становиться самостоятельным? Готовы ли вы или нет? Ответ на этот вопрос, на мой взгляд, можно дать такой, что правда в том, что никто никогда не готов к тому, чтобы стать самостоятельным. Я серьезно говорю сейчас, никто не готов к тому, чтобы стать самостоятельным. Для каждого человека это стресс, для каждого человека это определенная боль, для каждого человека это определенные испытания, и никуда от этого, к сожалению, не деться. То есть нельзя сказать, что может наступить какая-то готовность однажды, которая позволит вам делать то, что вы хотите. Если вы будете ждать этой готовности, то вы рискуете продать всю жизнь. Вообще. Вот. И я не думаю, что это то, чего вы хотите для себя и тем более для своего парня, при том, что вы довольно здраво мыслите с учетом того, какая у вас мама, и так далее. Окончательное решение, конечно, принимать вам и только вам, я думаю, что это вполне справедливо. Мы можем лишь только рекомендовать вам какие-то вещи, но решение принимать вам. В любом случае, забота о здоровье, которая у вас наблюдается, именно о здоровье, то есть только как вы вот заботитесь о своем здоровье, вызывает, в общем-то, восхищение, вызывает уважение, потому что вы правы, если не позаботиться о своем здоровье, то о нем не позаботится никто, если вы правы. Ну, вот, главное, чтобы вы начали свою линию поведения отлично от той, что ждет от вас ваша мама. А вашей маме нужно, чтобы вы были с ней, чтобы вы сделали то, что хочет она и ни в коем случае ничего другого. Она нуждается в вас. Как бы это парадоксально не включало, но она вас нуждается, и нуждается она вас очень сильно. На самом деле именно эта нуждаемость предоставляет ее так вот себя вести. поэтому это тоже постарайтесь иметь в виду, когда и если будете принимать решение о том, что делать. Вот. И постарайтесь понять, что вашу маму не изменить. Она такая, какая она есть. И соответственно она может быть и рада бы поменяться, да, но возможности у нее для этого нет. И она не может этого делать. Она хотела бы может быть, но не может. Поэтому ждать от мамы, что она станет другой, бесполезна, ваша мама другой не станет. А вот вы измениться вполне можете, потому что уже сейчас вам очень тяжело и трудно. Я могу только представить, в каком аду вы живете. И конечно же для вашей будущей жизни, для ваших детей, которые у вас безусловно будут лучше, если вы все-таки уберете раздражающий фактор, постоянный раздражающий фактор в виде своей мамы. И все-таки вообще освободитесь от нее и будете жить самостоятельно. Я уверен, что вы вполне сможете это сделать. Главное только преодолеть немножечко первичный страх, который будет только на первом этапе, пока вы будете адаптироваться, и только до первого результата. Но я так чувствую, что результат не заставит себя ждать. Вы довольно деятельный человек. вот поэтому проблем мне кажется вообще никаких не будет. Решать вам это ваша жизнь. Правильных решений не бывает. Это слово вообще. Правильных решений нет и быть не может. Ни одно решение, которое бы вы приняли, не является правильным и не будет идеальным. То есть любое решение будет иметь некоторых последствий для вас нежелательных. То есть вот в случае, например, если вы оцените свечицы, это будет ваша мама, которая постоянно вас подавляет. В случае, если вы пойдете работать, это будет соответственно какие-то жизненные трудности, которые также будут повергать вас в определенную стрессовую ситуацию. И как видите, везде, абсолютно везде есть какие-то негативные моменты. И вопрос только в том, что более негативно. То есть если вы считаете, что более негативно на вас отродится страх перед несостоятельностью возможной во взрослой жизни, то это одно. Если вы считаете, что более негативно на вас отродится пребывание с мамой своей, то это другое, это другое. Но выбор сделать нужно в любом случае. Вот именно выбор нужно сделать в любом случае. И сделав выбор, уже следовать ему, этому выбору, да, не оглядываясь. То есть выбор сделали, не оглядываясь, что будет дальше. Потому что если будете оглядываться, то счастья вы не обретете. Вы будете все время сменяться, что вы будете все время думать, а правильно ли я сделал, а вдруг можно было поступить как-то иначе. Понимаете? Вот. не пытайтесь в общем поступить правильно, не пытайтесь поступить правильно, а скорее, скорее, постарайтесь поступить так, как вам духовно, душевно, более близко. правильно все равно не поступить. И правильного решения нет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. субтитры